МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виноградную косточку, тёплую землю зарою, И лозу поцелую, и спелые грозы сорву, И друзей созову на любовь своё сердце настрой. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире передача «Плюсы-минусы» С вами снова я, Ольга Вабваянс. Сегодня у нас встреча друзей. Я уверена в том, что мы с вами давние и добрые друзья. Я так сегодня хочу, чтобы вы отдохнули. От событий, от выборов, от того, правилен или неправилен был ваш выбор. И есть ли у нас надежда? Я не хочу, чтобы вы сейчас об этом думали. Давайте сегодня поговорим о хорошем, о добром, о дружеском. Солнечная ягода. Солнечная ягода что это? А это виноград. И вот эти проникновенные строки, песни, виноградную косточку, теплую землю зарою. Ведь это есть основа бытия. Это есть основа того, что жизнь вечна. И если есть золотые ягоды, есть солнечные ягоды, которые дают нам природа, значит, мы будем иметь все, что мы посчитаем нужным. Я чуть-чуть отвлекусь от темы нашей виноградной. Сегодня я совершила такую колоссальную прогулку по всей области Одесской. И что меня расстроило очень-очень. Дело в том, что из-за подготовки к выборам, из-за выборов самих по себе, наше правительство, наши аграрии, немножко те, которые управляют аграрным сектором, немножко заподзабыли, что год у нас-то начался, очень плохо начался, без влаги, в тяжелых условиях. Аграрии такие посеяли хлеб. Однако черные поля на сегодня, вот в это время, каждый год мы имеем уже зеленые, красивые, изумрудные поля пшеницы и ячменя. А сейчас стоят пустые. Стоят, но уже первые проростки появились. Благодаря тому, что выпал дождь, а я считаю, что все-таки небесная канцелярия, она работает. И когда очень попросить, то высший разум срабатывает на добро. И несмотря ни на что, на ситуацию, на то, что забывают о том, что нужна помощь какая-то и в селе, и в городе, забывают об этом. Люди сами себе выживают. Однако же, всходы у нас есть. Но всегда надо помнить, что год у нас, 2016, 2015 и 2016, будет достаточно тяжелым. И я вас попрошу, внимательно отнеситесь к наполнению своих запасов. Да, мы будем говорить о ягоде золотой, мы будем говорить о солнечной ягоде. Но сейчас я хочу, чтобы вы понимали, заготовьте себе немножко очень качественной муки. Заготовьте себе немножко очень качественных, хороших круп. И пусть они у вас похоронятся хотя бы эту зиму. Как сложится ситуация? Как будет в стране развиваться вообще процесс получения качественных, либо некачественных продуктов? Вы должны быть готовы к тому, что у вас где-то в закромах будет лежать хорошая мука, хорошая крупа. Ну что ж, все. Это маленький такой, знаете, месседж в сторону будущего. Мне хочется, чтобы наше будущее было определенным и правильным, и хорошим. А мы поговорим о винограде. Сегодня уже такая глубокая осень. И виноград, конечно, уже собран, урожай винограда собран. Наши аграрии собрали достаточно хороший виноград, хорошего качества, достаточно хороший урожай винограда. И этот год ознаменовался тем, что было огромное количество солнечных дней. Потому виноград получен в полном объеме, с огромным количеством сахаров. Но прежде чем говорить о винограде, что это ягода, видите, какие замечательные грозди. И все это разнообразие, огромнейшее-огромнейшее разнообразие винограды, которые можно встретить в природе. Очень многие страны, в основном это южные страны, выращивают эту замечательную солнечную ягоду. И естественно, что Украина находится тоже одним из лидеров по производству винограда. Территориальность винограда тоже присутствует, потому что разные сорта винограда находятся на разных территориях нашей большой и сладкой территории нашей Родины. Потому что если мы будем сравнивать условия нашей Бессарабии, или мы сравним условия Крыма, или мы сравним условия Ивана Франкоска, Закарпатья, где тоже замечательный виноград. Виноград будет сам отличаться и по качеству, и по содержанию сахаров. А виноград это та ягода, которая в себе содержит огромное количество полезных веществ. Вы только вдумайтесь, виноград является одним из источников витаминов группы В. Это и В1, и В2, и В6, это и В9, это фолиевая кислота. Виноград, большое количество витамина С, который крайне необходим организму, витамины В, А и Е. Вот этот комплекс витаминов делает виноград полезной и целебной ягодой. А виноград действительно ягода, потому что это называется сладкая ягода, именно по своему содержанию и по своему виду. Родина винограда вообще-то Азия, но сортов винограда насчитывается, сортов уже, которые созданы человеком, насчитывается более трех тысяч видов. И более трех тысяч видов сортов же есть у нас в Украине тоже. Потому что селекция сама по себе, она дает возможность развиваться нашим исследованиям и селекционерам. И вот именно селекционеры создают все эти уникальные сорта. Если мы делим виноград по вкусовым качествам, если мы его разделим, мы можем сказать, что виноград вообще можно по цветовому признаку определять. Это виноград белый, розовый и черный. Есть виноград межцветной, то есть это может быть светло-розовый виноград, это может быть цвет янтаря. И каждый виноград имеет свои свойства. Если мы говорим по другим вкусовым качествам, то виноград делится на четыре категории. Это обычный виноград. Если мы говорим обычный, это очень четко подобранное сочетание кислоты и сладости, и только в различных соотношениях. Мы говорим, вот есть сладкий виноград, есть кислый виноград, но вот сочетание делает этот виноград, мы называем его обычным виноградом. Есть виноград посленовый. Он мне очень нравится. И вообще этот виноград обладает массой полезных свойств. Потому что, почему говорим посленовый? Потому что, во-первых, он, как всегда, очень темно окрашенный, он практически черный. Когда берешь его в руки, руки окрашиваются в темный цвет. И вкус у него есть терпковатость, как у терна, как у послена. И вот такое вот послевкусие, знаете, такое пряное, терпкое послевкусие. Есть виноград мускатный. Ну, это уже сам по себе в названии уже заложено его естество этого винограда. Мускатный виноград, который обладает особым ароматом. И к этому аромату обязательно еще присутствует легкая-легкая горчинка. Тоже особый вкус. Ну, и есть виноград, который имеет двоякое такое свойство. Называется он изобельный. Что такое изобельный? Вы наверняка знаете виноград детства. В любом одесском дворике, под Одессой, на Карлино-Бугазе всегда выращивались, причем так, не обращая на это внимания, виноград Лидия и Изабелла. Виноград, из которого делали раннее вино. Однако же для вина этот виноград не очень подходит, потому что, ну, во всяком случае в странах, в Германии, в Италии, этот виноград не признается и даже считается вредным для того, чтобы производить вино. Однако же наше одесское вино очень часто, очень вкусное, либо Лидия, либо Изабелла. И вот это вино, оно на мировом рынке и вообще-то классически не считается полезным. Однако же очень вкусное, очень приятное и такое игристое, игристое вино легкое. Изабельный виноград, он обладает различными привкусами. Это может быть привкус черной смородины, привкус малины, привкус клубники даже. При помощи селекции, при помощи тонкой селекции, можно внедрить определенные гены, которые будут ответственны за тот или иной вкус и аромат. Естественно, что виноград, наверное, ну, нет людей, которые бы не любили виноград. Виноград, он создает праздник. То есть, если мы вымыли и поставили в вазу гроздь винограда, мы понимаем, что начинается какой-то праздник. А вот достоинство винограда в чем? Если мы говорим о вкусовых качествах, то это, в принципе, идеальный продукт. Продукт, который, ну, очень многие раньше говорили, что очень много винограда – это уже конец диетам. Неправда. Виноград можно употреблять в качестве продукта диетического, потому что, если мы возьмем виноград, например, такой, как кишмиш, а, кстати, вот, если можно, оператора я попрошу показать, вот это виноград кишмиш, а вот это виноград обычный наш, Молдова. Различие не только в том, что Молдова – это виноград, который относится к посленовым виноградам, а кишмиш относится к обычным. Однако же кишмиш еще отличается тем, что он не имеет косточки. Внутри самого, вот, самой ягоды косточки нет. Это бескосточковый виноград, который используется для получения кишмиша, то есть изюма, потому что изюм можно получить… Изюм – это общее название сушеного винограда. Однако же, когда мы берем изюм черный, мы предполагаем, что там будет находиться косточка. А вот если мы берем кишмиш, вот этот вот виноград, мы получаем бескосточковый изюм. Кишмиш обладает очень хорошим свойством. Он очищает печень. Если мы используем питание кишмиш, то можно утром даже, для того, чтобы войти в правильную диету, в правильную, можно натощак. Это очень редкие соки, которые хорошо выбивают натощак. Виноградный сок не надо разбавлять водой, для того, чтобы он был целебным, хорошим и полезным. Виноград сам по себе имеет большое количество сахаров. Это правда. Но эти сахара, они не приводят к каким-то негативам. Единственное, что кому действительно опасен виноград, это людям с склонностями к диабету, людям, болеющими диабетом, и, конечно, теми, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, надо быть осторожными. То есть, но, знаете, говорят, есть правило. Всякое лекарство есть яд, и всякий яд есть лекарство. Все дело в дозе. Это правило Гиппократа, которому мы четко следуем. Кстати, 737-7310 телефон нашей студии. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы, если они у вас будут, конечно. Виноград состоит из воды, прежде всего. Из малого-малого количества белков. Из потрясающе малого количества жира и достаточно высокого количества углеводов. Углеводов обычно в 100 граммах винограда находятся до 20 грамм углеводов. Эти углеводы – это и сахароза, это глюкоза и фруктоза. И вот здесь ключевой момент – глюкоза. Глюкоза – это сахар, моносахар, который очень легко усваивается организмом. Потому и диабетикам надо очень сдержанно относиться к потреблению винограда. В случае, когда мы не можем потреблять виноград сладкий, сочный, а в этом году он действительно очень сладкий, надо использовать в питании виноград кислый. Есть утверждение, что употребляя очень много винограда, человек может толстеть. Но все дело в том, что это тут уже качество переходит в количество. То есть, когда мы съедаем очень много винограда, много по весу. А норма потребления винограда для ребенка, для детского организма – это 50-100 грамм винограда в день, а взрослая порция – это от 120 до 250 грамм в течение дня. Виноград очень хорошо сочетаем в пище. Вы знаете, что в французской кухне очень принято, это из французской кухни, очень принято использовать к винограду и употреблять виноград с твердым сыром. А если мы еще берем сыры, которые называются плесневыми сырами, это знаменитый Рокфор, это знаменитый Дорблю, или это Камембер, это белый плесневый сыр, конечно же, это совсем другая история. И когда мы употребляем виноград с повышенным количеством калия, который есть в сыре твердом, мы получаем дополнительный заряд энергии. Вы знаете, что виноградом можно лечиться? Ведь мы с вами о каждом продукте, вы замечаете, наверное, что когда мы говорим о продукте, мы всегда говорим о том, чем он полезен и чем он не полезен, чем он вреден. Вот касаемо винограда, очень трудно сказать, чем же он вреден. Ну, некоторые предосторожности должны быть, однако же виноград – это есть и основной продукт, он может быть основным продуктом. Виноград – это есть и просто десертная форма, то есть если вам захочется просто съесть вкусный десерт, то, конечно же, виноград используется в первую очередь. Из винограда готовят прекрасное вино. Наверняка вы знаете такие виды вина, как кабарне, шардоне. Различно, конечно, назвать можно огромное количество вин. Особую, конечно, категорию вина занимает шампанские вина. Но мы не будем сейчас говорить о правах собственности, о правильном понимании, что такое шампанское, потому что шампанское – это вино исключительно из провинции Шампань, и это есть торговая марка, это бренд. Но то, что мы называем нашим шампанским – это игристые вина. И как раз лучшие сорта винограда, они используются и для игристых вин. Однако же, снова, мы должны четко разделять, виноград есть столовый и есть винный. И тот виноград, который винный, его, в принципе, можно использовать в пищу, однако, есть такая вероятность, что при употреблении сортов винных, там, где есть достаточное количество винного камня в продукции, может вызывать отложение солей в организме человека. Поэтому этот момент надо учитывать. И использовать как в столовой, именно столовый виноград. Да и разнообразие столовых виноградов, видов и сортов столовых, достаточно большое, и на любой вкус можно найти себе применение. Давайте сейчас посмотрим небольшой сюжет о шампанском, потому что шампанское есть тоже продукт виноградный. Шампань – регион Франции, родина этого напитка. Шампанское изобрел три века назад монах Дом Пьер Переньон, причем совершенно случайно. В аббатстве, где он служил, происходило что-то сверхъестественное. Каждую весну бочки с вином взрывались, да с таким треском, что монахи думали, в погребе поселился сам дьявол. Изгнал весов Дом Пьер Переньон. Он перелил вино из бочек в толстостенные стеклянные бутылки. Через год, на удивление монахам, получилось легкое вино с пузырьками, щекочущими неба. Вот, знаете, захотела шампанского. Действительно, потому что вот это состояние, когда рядом виноград, рядом сыр, и достаточно длинный голодный день. Наверное, хочется сейчас вот такой бокальчик холодного шампанского, когда вот запотевающий бокал и искринки такие, и играет это шампанское. Но я думаю, что вы себе позволите такой продукт просто для того, чтобы получить наслаждение от жизни, наслаждение от потребления хорошего продукта. А у нас что-то звонок есть в студии? Да? Так, пока у нас нет. Очень важным моментом в винограде и вообще знание о том, что такое виноград, есть его полезные, целебные свойства. Можно, при помощи винограда, можно выстраивать целую логическую цепочку излечений от различных заболеваний. Ну, если мы берем принцип о том, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить, я вам скажу. Сейчас у нас впереди эпидемия гриппа. Сейчас у нас впереди достаточно серьезные моменты с различными острыми респираторными вирусными заболеваниями. Плюс еще присоединение различных бактериальных инфекций, присоединение холодовых разных таких моментов. С отоплением у нас достаточно плохо, потому нам надо искать способы обогрева, как обогревать свой организм в тяжелые осенние и зимние времена. Один из рецептов, который очень хорошо использует грузинская нация, это виноградное вино, которое можно употреблять как взрослым, так и детям. Однако весь смысл в том, что если для взрослых вино разогревается с пряностями, пряностями, специями, разогревается, доводится до температуры не кипения, а предкипения, и тогда испаряется спирт, то для взрослого мы выпиваем просто вот этот вот напиток замечательный. Ребенка тоже можно лечить таким красным вином, однако надо убрать оттуда спиртовую фракцию. Как это делают грузины настоящие? Они берут кинжал, раскаляют его до бела и в это вот горячее вино опускают кинжал, когда в этот момент весь спирт испаряется и получается целебный напиток, которым можно очень успешно предотвращать начало развития заболевания различных простудного характера. Но есть более серьезные позывы и посылы, что можно вылечить виноградом. Отмечено американскими учеными, израильскими учеными это тоже подтверждается, отмечено, что темный виноград, используемый в питании, и продукты, и элементы, которые находятся в винограде, который имеет фиолетовую окраску, они являются защитными элементами от различных онкозаболеваний. И это настолько серьезно, это действительно на основе винограда, на основе виноградной косточки, на экстракте виноградной косточки используют вот эти элементы для того, чтобы хотя бы профилактически работать, или же уже в стадии лечения, на первой стадии онкопроцесса, возможно, излечение или остановка процесса какого-нибудь текущего заболевания. Виноград фиолетовый или бордовый обладает очень сильными антивирусными и антибактериальными свойствами. Даже и... Как можно определить, что антивирусными свойствами? Вирус герпеса достаточно зловещий вирус, и мы это знаем прекрасно. 99% нашего населения, вообще населения Земли, оно инфицировано этим вирусом. Этот вирус постоянно присутствует в нашем организме. Но когда мы начинаем употреблять в пищу виноград, не как продукт просто, а уже ощущая его как бы лечебным продуктом, то можно и наносить и наружно виноградный сок на герпетическую поверхность, можно использовать виноград в питании для того, чтобы оградить себя от развития вируса герпеса. И это достаточно серьезные такие вещи, потому что вот такие процессы, и когда мы используем в питании живой продукт, хороший продукт, конечно же, это не сравнится с тем, что мы используем различные таблетированные препараты или настойки и всякие. Очень важен виноград для при лечении астмы. Вы знаете, что сейчас астматический компонент. Астма – это проблема века. И особенно эта проблема сейчас осенью, потому что провокатором астмы очень часто бывают запыленность атмосферы, либо же задымленность атмосферы. А вы знаете, что как в Киевской области горят торфяники, а у нас в Одесской области в этом году тоже была огромная проблема. Дистровские плавни горели до такого состояния, что задымленность, уровень задымленности поднимался очень высоко. И при помощи винограда можно, употребляя виноград, а этот виноград должен быть белый, можно, употребляя виноград, употребляя виноградный сок, очищать свои легкие бронхи от вот этого элемента задымленности. Благодаря тому, что в винограде содержится полифенольное соединение, он становится очень сильным антиоксидантным препаратом. То есть он действует на нашу систему таким образом, что очищает наш организм от радикалов вредных, от различных, от образования тромбов. Виноград способствует разжижению, небольшому такому разжижению крови. И это тоже очень хорошо, потому что, когда кровь слишком загущена, естественно, начинаются очень негативные процессы в организме, вызывают и тромбозы различные, а вот виноград способствует тому, что, в общем-то, мы излечиваемся от этого. Светлые сорта винограда, они потрясающе хорошо работают, если у нас есть какие-то проблемы с мочевым пузырем, либо с почками. Каким образом? Считается, что если употреблять светлые сорта винограда, то тот песок, который образовался в почках, его можно вывести при помощи поедания винограда. Я бы очень рекомендовала вам в вашем питании использовать именно вот разные сорта винограда. А вот теперь давайте поговорим о том, как выбрать качественный виноград и какой виноград у нас сейчас есть в торговле, вот в производстве. Я очень хочу, чтобы вы отдавали предпочтение сортам украинской селекции. Но не всегда так получается, как хочется, потому что наука не всегда сдерживает свою массовость в производстве хороших сортов. Потому сейчас, конечно, у нас сорта и азиатские, у нас сорта и чилийские есть. И вот как раз сейчас будет заканчиваться вот сорт Молдова. Это такой универсальный сорт винограда, который настолько прост в выращивании, настолько он неприхотлив, но зато он дает потрясающую силу нашему организму. И если вы в супермаркете обращаете внимание на вот такой вот невзрачненький виноград, вы единственное, что должны посмотреть, вот если, видите, уже отваливаются вот эти вот самые ягодки, но это не говорит о плохом, это говорит о том, что виноград абсолютно созрел. Но что интересно, помните, когда я вам рассказывала об арбузах, я говорила, вот абсолютная спелость арбуза. Это одно. Но после абсолютной спелости арбуза начинается его истекание, его гниение, его просто умирание. У винограда абсолютно другая картинка. Даже в таком состоянии. А в деревнях научились хранить виноград в течение всей зимы. Это где-то на чердаках развешиваются виноградные гроздья, и там виноград, либо он держится вот в таком состоянии, а даже легкий морозец. Винограду не страшен, потому что легкий морозец привозит к увеличению количества сахаров, к увеличению концентрации полезных веществ в этом винограде. И если мы употребляем уже не такую сочную, брыжущую соком ягоду, а если мы употребляем уже слегка привявший виноград, мы получаем еще дополнительную дозу здоровья. И я рекомендую, используйте виноград в любом виде. Используйте изюм или кишмиш, используйте этот продукт тоже в питании, потому что в изюме концентрация полезных веществ еще больше увеличивается, потому что, вот представьте себе, что не подвержен виноград каким-то процессом разложения, а виноград, когда он получается сухофруктом, он несет в себе тоже определенные целебные задачи. Ну и я не могу, как женщина, я не могу не упомянуть о том, что виноград – это ягода молодости. Виноград – это ягода, которая дарит нам возможность, женщинам в основном, быть молодыми достаточно долго. Или хотя бы, ну, душа, понятно, что душа, она не стареет, и душой определяется человек, и его молодость. Однако же, даже если женщина, любая женщина хочет быть красивой и в 20, и в 30, и в 50, и в 70 лет, для этого есть виноградная косточка, для этого есть виноград. Очень хороши маски из винограда, однако же постарайтесь не пользоваться темным виноградом для маски, потому что, ну, вы рискуете, особенно если бы это было летнее время, я бы вам сказала, что это можно делать, а вот в зимнее время, ну, вы рискуете остаться с фиолетовым лицом очень часто, потому что концентрация антоциановых красителей в винограде тоже очень высокая, и потом трудно будет избавиться от разных ободочков, таких темненьких ободков под глазами, в морщинки заходит вот этот сок. Однако, если мы перетираем и делаем маску из белого винограда, особенно вот такого с кишмиша, я вам даю такой хороший рецепт. Возьмите немножко овсяной муки или овсяных хлопьев, которые вы можете перемолоть в кофемолке, добавьте растертую массу виноградную, соедините ее, добавьте несколько капель борного спирта, буквально несколько капель, где-то на 2 столовые ложки вот этой смеси вы должны добавить ровно 5 капель борного спирта. Зачем борный спирт? Для того, чтобы очищались поры во время вот этой маски. И вымойте лицо, хорошо вымойте лицо, просушите его, и сухое лицо начинайте покрывать маской. Сверху я вам советую вот эту маску накрыть марлей и лечь. Включить песню, виноградную косточку, теплую землю зарою и заснуть ровно на 15 минут. 15 минут виноградного сна, 15 минут выдержки даст вам возможность ровно 2 недели иметь потрясающую кожу лица, без морщин. И зато бодрости у вас будет не на 2 недели, а на целый месяц. Дорогие друзья, я думаю, что вы подружитесь с виноградом. И постарайтесь, как бы ни было трудно, хотя бы горсть винограда в неделю съедать. До того времени, пока виноград будет наш, украинский. Но не стесняйтесь есть и зарубежный виноград, потому что достаточно неплохие способы перевозки винограда и из Чили, и из Египта, и из Израиля. Пользуйтесь и таким виноградом, потому что в других странах тоже замечательная виноградная продукция. Но так как мы уже, конечно же, наверное, время свое исчерпали и достаточно серьезно, я хочу пожелать вам сладких ягод, я хочу пожелать вам сладких снов, хороших снов. Думайте о том, что мы великая нация и наша национальная безопасность состоит и вот в этом золотом продукте, в этой золотой ягоде. Будьте здоровы, до новых встреч, до новых и очень скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok